Привет, друзья! Сегодня хочу сделать небольшой обзор на обновленную модель полюбившегося многим китайского кистевого динамометра, известного под такими марками как KITAM, KEMRI, MEGALON и еще бесконечный ряд других организаций, которые не боятся ставить логотип на изделие и заниматься его реализацией. Даже базилин, по-моему, реализует его в районе 100 евро за штуку, чтобы вы понимали, средняя стартовая розничная цена ему в районе 30-35 долларов. Новая модель EH108, насколько мне известно, может поставляться в двух вариантах упаковки, в моем случае это no-name белая глянцевая картонная, еще мне известно, что есть цветастая такая, с изображением динамометра, но, возможно, она для внутреннего рынка, потому как там только на китайском. Внутри защитная пупырка и, собственно, сам динамометр. Очень похож на предыдущую модель EH101 и основное отличие, которое очень всем интересно, это то, что максимальное фиксируемое значение у этой модели 120 килограмм заявлено производителем, по факту до 130. Компактный, достаточно эффектно и интересно выглядит. Вес до 300 грамм, габариты 195 длина, 125 ширина, место для захвата 85 миллиметров. Имеет такое регулировочное колесико, это для регулировки расстояния для захвата. С коробки расстояние 50 миллиметров у меня было, уменьшал до 40, но понял, что уже уменьшая до 40, показатели падают и захват для меня становится некомфортным, поэтому, вернув до 50 и этим пользуюсь. Отметок сбоку никаких нет, поэтому сами вполне можете где-то что-то маркером помечать и выставлять себе нужное значение. С обратной стороны отсек для батареек, батареек типа 3А, две штуки. При наличии отсека у меня модель аккумуляторная. Здесь есть вход microUSB для зарядки. 77,8. Есть еще ряд дополнительных кнопок. В принципе, сам динамометр имеет свою программу, которая может запоминать до 19 значений. А также здесь программа, которая определяет уровень. Уровень развития сдавливающей этой возможности кисти. Программа ориентирована на гендерную принадлежность, то есть мальчик-девочка, а также возрастной категории. Там от 10 до 99 лет. Разделение, там норма, среднее. Стронг, сильный. Средний и слабый. Но так как, по-моему, максимальный показатель, это в районе 60 кг, эта функция мне особо не интересна. И, в принципе, у меня есть распечатанная таблица, если кому нужна будет, я могу поделиться. Также особенностью этой интересной у динамометра есть вот такая вот дугообразная ручка, которая, на мой взгляд, является более физиологически приемлемой для расположения для кисти и для упора. Это очень интересное конструктивное решение и, кстати, напомнило мне вот дугообразную у ДРП советского динамометра. Такой вот интересный кистевой динамометр, однозначно достойный внимания, который я вполне могу рекомендовать для покупки. Я себе такой предлагаю. Пока, пока.